Друзья, мы находимся на дегустационном конкурсе пивном. На этот раз Харьков принимает на базе ресторана Альтбир. Вон там видно. Принимает участие более 50 пивоварен. И предоставили более 250 сортов пива. Мы свое тоже послали 4 образца. Посмотрим, как зайдут, не зайдут. Это независимое оценивание. Получается, что каждый, кто предоставил образцы, может подать заявку на судью. То есть я вот тоже дали судья номер 88. Две бесконечности. Еще есть куча независимых судей. Судей подают пиво вслепую. Не объявляя. Просто по номерам выставляют. Ну, вон можно посмотреть. Ставят по номерам. И люди независимо оценивают. По нескольким категориям. Вкус, свет, вкусовые ощущения. Общие впечатления от пива. Надеюсь, что все это пройдет классно. По-честному. Независимо. И награды найдут своих победителей. Я хочу, чтобы в Украине варилось вкусное, разное, замечательное крафтовое пиво. Поэтому спасибо организаторам. Спасибо вам, что приехали. Давайте дегустировать. Давайте побеждать. А самое главное, давайте помогать друг другу и дружить. Спасибо. Итак, начнем мы со светлого лагера, в который подалось целых 43 образца. Следующая категория будет темный лагер, Витбир, Вайтсенбир, светлый лагер специальный, ПЛЛ, бельгийский крепкий эль. Седьмая категория красное полутемное пиво со всеми выходящими последствиями. Бельгийский эль, восьмая категория. Девятая категория пиво, сваренное с различными добавками. И десятая категория портер стаут специал у нас. На завтра мы перенесли ипа, 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 портер стаут и специал бир. Девятая категория Вот поймали Егор Жупиков, главный пивовар и идейный вдохновитель Дид Брюери. Название такое Дэд, Дид. Немножко страшное. Почему так назвали? Ну, все довольно-таки часто задают. Ну да, непонятно. Ну а почему? Ну то есть непонятно. Вот Харьковская зерновая. Понятно, почему назвали. Потому что в Харькове есть зерновая. А Дид почему? Дримс и Дримс. Ну типа мечта в напитке. Ага. Я позиционирую наше название так. Есть, конечно, еще там немножко друга. То есть напиток мечты? Да. Мечта в напитке. Мечта в напитке. Ну в любом случае это все начиналось с чего? С домашнего пива и... Естественно. Ну, соответственно, было мечтой. Ну да. Вот мечту мы уже осуществили свою. Как и мы. Коварню поставили, какие вы. Да. Понятно. Долго работаете? Да нет, ну правда. Лицензию мы когда? На прошлой неделе забрали свою или на позапрошлую? Угу. А по сути дела в девятом месяце вот уже. Можно официально, торжественно. Девять месяцев. В медальной грудь. Да. Ну вы крутые. Мы 11 месяцев открывали. Ну вот. Нам повезло, да? Так все знают, что мы тут и все говорят, что мы крутые. Мы же деды. Деды, ну да. И в конце концов у нас хороший, отлаженный коллектив. Не то чтобы коллектив, я бы сказал, даже команда. Ну это главное, да. Очень смоченная, да. У нас немного, у нас четверо. Но мы крутые. Но мы крутые. Я понял. Мы решили поговорить с чехом. Прошамуслов Брош. Пивоварня Кант. Все ровно. Ровно. И на территории Пивзавода, в старых пидвалах, побудовали пивоварню Кант. Я и там работаю, и там пивоварню. Давно работаете здесь? Ну, в Зали, в Украине уже 16 лет. 16? А в Ривном, ну, в Ривном, то полпрофесса, 14 лет. Ну, нормально. А Кант, в Зали, мы можем, такие 3 лет тому, запустили. А, недавно только запустили. Пробовал ваше пиво, не по 100. А, а что же раньше было? Не по 100. Зараз мое молчать, не по 100. А, ну, горькое. Да, горькое. Да, да. Да, тоже с грейпфрутом оно там попало. А, если с грейпфрутом, то да, то сучасно. Бо, если варили 10 лет весною, варили просто и по 100, то было без грейпфрута. Да, да. Это было еще больше, ну, больше, больше. Вот так. Да. Больше больше, больше, больше. Бо тут все обладали лактозу. Лактоза немного смягче, немного смягче. А это первая пробка, ну, это было без лактозы. То она была все какого-то жестче. Вообще жестче. Я понял. А в Чехии там учились, да? Да, да, да. В Празе. В Праге, да? Да, да. Да, да. Я там учился, там пивоара. Там и потом працовал староправным, так и вважал свой, типа, как родной пивзавод. Ну, я там и как студент еще учился. Потом там на каникулах гроши, как студент зароблял. Потом там пошел працювати. Потом на Мині пивовадню пошел працювати еще. В Гамбринус в Плзень. Ну и на Украину потом уже. А какими судьбами попали на Украину? А то взагал приехал, типа, на РИК по контракту. А. Тут допомагать украинским технологам. Что здесь что-то новое запускать. Ну и все. А я думал, что поле непаха нам есть. Работы очень много, да? Не то, что Варвар был дома. Здесь. В Ривнову. Да. Уже 7 лет назад. Потому что в Украине не было ни ципы, ни Варвара. Никто не было в Украине. Я варил себе дома ципы и ипы для себя. Тут никто не знал что-то такое. Я вазил себе суровину из Чехии. Ну, по трошки, потому что было маленькое там. Вазил себе 10 килограмм. В машину за кину. Трохки хмелу. Дрежки, пару пакетиков. Вазили? Да, вазил из Чехии. Ну да. Раньше тогда вообще не достать нигде продажи было. Некоторые даже не знали, что это такое ипы. Ну да. То я просто так начал с початку для себя дома. Бо на заводе там варим стандартные лагеря. Ну да. Светлый, темный. Там с добавками. Все. Ну на пивзаводе, на великом. Ну да. А дома так по выходных, по субботах. Ну как интересно. А то в Чехии только лагеры, там лежаки вот эти вот делают и все. Это святое такое. Ну да. 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 Второй день движухи сейчас идет форум пивоваров и рестораторов. со всей Украины собрались. Лекции там толкают. Лекции там толкают. Что-то красивое о победах своих рассказывают. Представляют продукцию. Ну да. Мы никого не представляем. Мы просто ходим и наслаждаемся. Поймали Артема. Поймали Артема. Представитель Мальки Роб. Приветствую. Украин. Что вы здесь делаете? Мы как и три выставки подряд представляем здесь свою продукцию. Мальтеро. Солод. Мальтеро. Ага. Базовые совода. Ячменный. Пшеничный. Ну и небольшой линейку специальных. Это венский. Когда ржаной делать будете? Ржаной. Есть планы. Планы у нас наполеоновские. Ржаной. Карамельный. Ага. Разных видов. Но пока это на уровне согласования, переговоров. Ржаной нужен. Потому что вот людям нравится. Мы ржаной делаем. Приходится там в чуднове покупать. А у вас нет. Кроме пивоваров еще есть рынок. Либо пекарской скажем так. В отрасли. Где потребность. Вообще на Украине рынок ржаного солода потребность около двух тысяч тонн в год. Та же самая ситуация и по карамельке. Всего ничего. Получаем. Для масштабного производства. Ну да. Это не так уж и много. Поэтому нужно оценивать очень много покупателей. Мы сейчас сделали там суперсорт ржаной. Я думаю сейчас спрос на ржаной солод повысится. Придется вам срочно внедрять. Мы тогда соберем отдельное совещание по этому поводу. И обсудим с вашей участием. Требуется срочно ржаной солод. Да. Ну солод нормальный. То есть мы постоянно работаем с мальтером. Практически берем там пару сортов спецсолодов. Потому что ребята не делают там шоколадные там какие-то там обожженные. У них по моему до этого до цветность 50. Амбер по моему. Сейчас максимальная цветность 78. 78. Да. Этот вот амбер тот же. Только цветность чуть-чуть повыше чем была в прошлом году. Амбер два. Амбер второе пришествие. Для производства специальной линейки для карамельных солодов в частности с повышенной цветностью. Нужен обжарочный барабан. То есть пока у нас его нет. Но мы над этим серьезно задумались. Ну спасибо огромное. Спасибо что пригласили. Приезжайте. Рады сотрудничеству. Надеюсь дальше будем работать. Спасибо вам. Счастливо. Счастливо. Счастливо в горы. Давайте посмотрим. Счастливо. Счастливо. Паповская банда, это такая секта людей, которые держат крафтовые заведения, пивные. Ну-ка, немножко растревожим осиное гнездо. Здрасте, крафтовая банда. Пап, начало. Паповая мафия. Паповая мафия. Привет, привет. Рассказывайте, что обсуждаете? Лучше не будем. Все замолчали. Обкашливаем тренды, так сказать. Что будет модно в следующем сезоне? Ну мы же выпили, но это нечестно. Ну что, мы все выпили. Он это ждал, так как? Да, сейчас секреты промышленные. Как оператора мотает, он бедный стоит и снимает. Оператор у него стадикам, мы все видим. На Роне не бегает, но все нормально. Все равно работает человек. Да, что будет модно, не знаю. Что будет модно? Бизон, когда зреет. Да. Что еще? Бизон, то однозначно, да. Когда зреет. Тимуры. Кстати, можешь стать между двумя Тимурами и загнать желание. Да. Только, пожалуйста, без интима. Мы хорошо морозимся от вопросов. Я не знаю, что будет модно. Саша же сказал, что скислить и в летом 2019. Да, летом 2019 100% откислить. Хотя как раз все скиснет, к этому времени будет нормально. Вот, спасибо. Хорошая, он лучше кусок завода купит и там саур этот сделает. Ну можно, там подвалы хорошие. Первую сауре... Сауре... Первая сауре... Сауре... Это даже не сауре... Первая сауре... Чухуевская сауре... Чухуевская сауре... Чухуевская сауре... Чухуевская сауре... Если хорошо написать, можно бутылки бельгийцам продавать, что это ламбек какой-то. Ага, ну вообще, хоть не подходнее. Ну, как кого-то накинули. Сразу, когда у Мэтт Брю еще у старых там все началось писать, они же тоже рассказывали, что дикие оболчанские бредты, блин, накинулись. Да, это работает. Да. Ну, до Кисляков еще не созрели, но, может, подумаем над этим делом. Так, давай, давай микрофон будем у тебя спрашивать. Нет. Меня не надо спрашивать. Ты понимал, пьяный дядя, да, ничего интересного не давать. Я и так много уже наговорил нам на камере. Ну, мне легче, я обрежу все, что мне не нравится. Да, мы останемся. Вы останетесь. Что народ требует? Пленка умирает. Да, пленка умирает. Пленка умирает, да. Много лет уже. Это как на рок-н-ролл мертв. И пап все-таки сдохнет. Нет, нет, она будет умирать, она не сдохнет. Она вот еще лет пять будет умирать. Долго, бедно. Потом реанимация будет, да. Не, я просто перед тем, как этот, как запускал, я очистил блог, отлистал в фейсбуке. 2015 год, миллион статей. Крафт мертв. Все. Крафтовое пиво. Не, появился Газе. Газе убил крафт. Все, крафт говно. Все говно. Закрываем пар и пивовар не расходимся. И какой-то блогер даже надгробный камень сделал. Крафт пир, там, 77-2013. Все. Все такие. Давай, давай дальше. Блюдо умрет. Блюдо умрет. Блюдо станет индустриальным пивом. Продастся. А, кстати, по поводу смерти охмеленки. Блюдо выложили свою линейку на следующий год. Найди там неохмеленное пиво. Все охмеленное. Все. Вся кор линейка, только вся охмеленка. Девять пиво. Тренд один. Охмеленка умирает. Да. Не, на самом деле, ну и британские. Конечно, тут он не салат. База это очень важно. Я вот рассказывал весь вопрос к салатам. Ага, хорошо, светлый. Подкрасили рост от барли и один кинули жженый салат. И все. Салат готов. А потом открываешь Бридуковский мелк салат, а там, блин, 8 разных салатов. Включая овсянку, пшеницу, несколько видов жженых, коричневых, два кристалла разных. Как бы, ну да, поэтому, наверное, он вкусный. Потому что люди не стесняются. Значит, у бизона все-таки есть будущее, да? Нет, это правильно. Я сказал, у тебя с такой крепостью, с такой плотностью, его надо месяца два выдерживать. Ты три недели подержать, а там мало просто. Вот поэтому квадратный. У тебя вот в этом углу горечь, в этом углу жженка. Хочется там побыстрее. Нельзя, 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 нельзя. Форум почти закончился. Вот ребята поймали, хотят презент такой интересный сделать. Компания Deutsche Hoff, да? Правильно. Все правильно назвал? Да. Что за банка, не банка? Не, не банка. Это бокал. Воплотительное кольцо. Тут еще и сама конструкция крышки разработана так, чтобы при давлении она не деформировалась. То есть вы можете закрепить пиво и через три дня его открыть, оно будет того же качества, которое было, когда вы его закрывали. Так сами разрабатывали, да? Да, это нами разработанное изделие, мы его разрабатывали частично с китайцами крышку, на Гастомере лили стекло. Идея была на самом деле изначально, я думаю мы к ней по итогу придем, потому что человек должен иметь возможность прийти на полку, в супермаркет или любой магазин, взять пиво, открыть и пить с бокала. А, прикольно, прикольно. Ну и уже для подвыпивших, то есть если уже чувствуешь, надо куда-то в дорогу идти, а бокал еще полон. Раз и уже можно. Дамы и господа, ваши аплодисменты победителям конкурса «Ист Европе Бире Вор 2018»